Это самое перспективное направление среди всех видов тестирования на данный момент. Почему я так считаю? Во-первых, потому что сейчас все переходит в фамилики. Стало удобно, это стало доступно, и ввиду некоторых обстоятельств именно тестировщикам в этой среде категорически необходимы. Собственно, сейчас объясню, почему. Ну, для начала пройдемся по операционным системам. Ничего не видно, да? Но я назову, вы поймете. Пройдемся по операционным системам. Много разных вариантов было, много разных фирм, но сейчас у нас имеют несколько брендов. Два самых курирующих, самых популярных. Это Android и iOS. И дальше идет менее популярный Windows Phone, который почему-то когда-то купил наш любимый Nokia. И здесь не указан, но есть BlackBerry. BlackBerry – это больше европейский вариант. Да. BlackBerry – это канадская фирма, и они больше на бизнес-орентировали. Да, но, честно говоря, я сама не так давно начала выкипать кулын в перерыве. Вот. Но они есть на рынке, они пользуются, у них есть определенная, скажем так, аудитория. Поэтому, когда учитывать все равно. Вот. Я про каждую из операционных систем расскажу чуть-чуть подробней. Расскажу, скорее, с точки зрения тестирования. Но каждому из вас я очень советую для общего развития почитать историю развития. Смотреть, какие интерфейсии, какие версии были, что такое появилось. Это общее развитие, скажем так, человека в той среде, в которой он работает. Это стоит знать, это интересно. Я сама что-то читаю, нахожу, кто где когда-то что-то неудачно купил. Мы не напрягаем на локи. Вот. И вообще. Вот, например, каждый из вас чем пользуется? Тендроид. Ну, понятно. Уберочек? Нет, я имею в виду на телефоне. Понятно. Какие операционные системы, что ли? Да. Ну, что это за телефоном? А у меня просто эти телефоны. А, понятно. Ну, вот есть, да, есть системы без операционной системы, но это именно звонилки. Если мы говорим о смартфонах, то смартфоны, они вот вышли на новый уровень. Итак, операционная система. Я решила по приколу выписать все версии всех четырех операционных систем, которые я использую. Что я тестирую? Я тестирую обязательно 5.0, 5.1. 5.0 или 5.1. 4.3 и 4.4. Apple 8, 8.2 или 8.3. Понятно, да? Соответственно, и семерку. Шестерку я обычно пишу, извините, до свидания. Здесь идет также как с интернет-эксплойером. Ой, извините, мы вас не поддерживаем. Обновите телефон. Понятно. То есть, как бы тут идет развитие. Своеобразное. И вот до четырех. Наверное, даже до четырех. Оль. И оно идет в андроиде. Но, если мы говорим про андроид и конкретно мое приложение, которое тестирую именно я, то мы начинаем с 4.3, потому что там новый модуль Bluetooth. У нас есть определенные условия. Bluetooth, он должен быть. Он начинает с версии 4.5 всегда. Если говорить про Apple, там все проще. Я не знаю, что было в версии 3 и версии 4. Честно говоря, я тогда была слишком маленькая. Версия 6. Это 3, iPhone 3. Понятно. 7, 8 поддерживает четверка. Восьмерки поддерживают пятерка, шесть. А, семерку поддерживают пятый, четвертый. Восьмерку поддерживают шестой, шесть плюс, пятерка. И четверка. Тройка, по-моему, уже не поддерживает. С Windows я знакома весьма шапочно. По мне так он странный, он доступный. У него есть определенный рынок. У него есть определенный рынок в России. И у него надо отдельно разрабатывать приложение, и это проблема. Блэкбери. 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 Ну, как бы, я их видела. Да, они прикольные. Да, это другая вось. Могу сказать, что у них есть свой App Store, и они поддерживают работу с приложением Android. То есть, ты берешь андроидовское приложение, и ты можешь его подгрузить на Блэкбери. Такой учит код. Так, дальше я опишу проблемы и разницы между веб-приложениями и, соответственно, приведу аналог с десктопными. Да, здесь очень много комбинаций. Что я имею в виду, говорю, какое огромное количество комбинаций. Давайте возьмем самый обыкновенный. Android. Что нужно протестировать? Android 4.2, 4.3, 4.4, 5 или 5.1. Понятно. Это уже 5 вариантов, 5 тестов. Дальше. Мы имеем телефон. Ноки. Допустим, нет. Ноки мы не имеем. Мы имеем HTC. Мы имеем... Samsung. Samsung. LG. LG. LG разных серий. Samsung разных серий. Мы имеем огромное количество китайфонов. Мы имеем внимание в подделке под айфоны. Они забавные. Вот. У каждого свое внимание, разрешение экранов, свои Bluetooth, Wi-Fi модуль. Более того, каждая Android-версия, каждый продукт выпускающий пишет свою Android-версию прошивки. У каждой есть некоторые особенности. Например, HTC работает, иначе работает с Bluetooth модулями. У них есть своя прокладочка, с которой нам мы с ним познакомились. Вот. Каждый из каждой там пишет под себя, грубо говоря. И в общей сложности... А, Lenovo еще обязательно. Ну, понятно, да? И вариантов здесь просто огромное количество. То есть в некоторых случаях могут решить проблему эмулятора. Понимаете, что это такое? Ой, если мы говорим о планшетах, которые... Недоступные, которые... Планшеты... Это вообще можно... Что у нас есть? Вот. Если... Ну, понятно. Опять же... Там... Условия... Ну, дальше идут другие условия. Например, перегруженные системы, соединение с Wi-Fi, соединение, там, Bluetooth, если мы с ним работаем. И так далее. То есть, рынок очень обширный. И тут очень важно уметь ставить приоритеты. Понятно? Пожалуйста. Это список... Просто, для примера... Да. Величина экрана постоянно меняется. То есть, вот, ну, вы видите список. Это маленькая-маленькая выреза. На студизата, Galaxy и так далее, и так далее. Это на планшетах. Вот. И вот, под каждое надо посмотреть, чтобы оно выглядело корректно, чтобы оно выглядело не раскручено, чтобы не было черных боков, чтобы это все было красиво срисовано, сделано, стверственно. И вообще. Да. Дальше я расскажу вам, на что стоит обращать внимание и протестировать. По приоритетам. Контент. Собственно, кнопки, блоки. Функциональность основная, естественно. Поддержка всех языков. Это вы настройку меняете языки. Вы смотрите, что... Обычно происходит так. Если у вас есть приложение на двух языках, то... Русский и английский, допустим. На русском языке отображается русский... Ну, то есть, вы меняете... Вы меняете язык всего устройства. Если там русский язык, то русский язык, понятно. Если приложение на английском, то на английском. Если приложение на китайском, то на английском. Понятно. И так далее. Затем корректное отображение всех элементов, но это понятно, это как раз относится к вопросу того, как отображаются кнопки, все ли кнопки работают, например, у нас был очень приятный баг, на сей кнопкой добавить устройство функции, очень важная кнопка, с ней выжмешь и оно добавляет устройство, но мы можем начать работать, вы его его сейчас увидите. У нас на некоторых девайсах андроидовских, одна кнопочка и одна, эта кнопка просто не отображалась, это неинтересовано. Почему? Потому что этот андроид решил создать один элемент, то есть там два элемента было, две иконки, а он мог только-то один, задать только один, все. Понял. Проверка запутствующей информации. Ну, понятно. Процедуры, адекватность цены упаковки. Ну, соответственно, да, это уже говорится о том, если мы выкладываем приложение на Google Play, наобсорствует я на талан. Это не вы занимаетесь этим, но это надо вычитать. Выгляд приложения. Ну, у нас приложение, оно идёт, ну как, мы его трогаем, то есть там есть элемент тач, поэтому нам нужно проверить, что когда подгружается информация, проложение выглядит корректно, нам нужно проверить, что когда нажимается кнопка, она нажимается мягко сразу. Понятно. Вот эти моменты все нужно проверить. То есть помимо того, что это выглядит хорошо, это должно ещё и быть красиво. То есть если мы, опять же я вам покажу, если мы включаем какой-то интерфейс, он должен выглядеть мягко, красиво. Иначе, ну, это всё надо учитывать. Соответственно, все сообщения, уведомления, это уведомление, какая-то внезапная ошибка произошла. Отрубился Wi-Fi и они в этот момент загружали обновление. Все вот эти моменты должны отрабатываться корректно. Нужно тоже проверять, когда бывают частные ошибки. Игровалентное и правильное отображение видов контента, звуков и градусов. Это вообще просто проблема-проблема. Кнопка имеет два состояния. Рабочая и DSA, ну, когда она заблокирована. Очень часто разработчики делают так, что кнопка блокируется, ну, в случае ты там нажимаешь какую-то функциональность, да, и, ну, другая функциональность заблокирована. Кнопки, они есть, но они выглядят потемнёнными. Но в нажимании на них они звучат. Телефон вибрирует. Ну, вот такие моменты. Тоже надо учитывать. Если кнопка не работает, она не работает по всем параметрам. Чтобы она не звучала, чтобы она не вибрировала, чтобы она приглядела с темля. Аналогичная ситуация, если она работает. Чтобы она вибрировала, чтобы она звучала, ну и так далее. Обновление. Обновление – это вообще отдельная история. Какое обновление проверяю я? Я проверяю накат-систему на предпоследнюю версию. Я проверяю накат-систему на предпоследнюю версию. А накат-систему – это обновление. То есть у всех приложение обновляется. Понятно, да? Вот. И я каждый раз это, ну, заново проверяю. Наверное, версии на три, на четыре. Собирает очень старый. Если человек давно не один раз обновляет. Смотрю на предыдущую, что все обновилось. Я это обновляю, когда оно находится в тестовой версии. Я это проверяю, проверяя обновление, когда оно уже вышло в релиз. Релизный сбор. То есть когда оно уже прошло через App Store, ну, либо через Google Play. У нас были преседенты, когда приложение не запускалось после релиза в App Store. Ой. Вот. Какие еще методы накат-системы? Ну, и разные вариации. Например, там, обновление в случае, если… А, ну, что случится, если резко выключить? В опять случае обновление. Ну, вот такие моменты. Ну, да, все ли данные сохраняются. Ну, опять же, да. У вас там есть свой личный аккаунт. Как правило, у вас там есть какие-то уже сохраненные данные. Если это игра, если вы играете, там, не знаю, в зомби-ферму какую-нибудь, то потерять все равно будет очень обидно. Ну, к примеру. Внештатная ситуация. Monkey Test. Он же, оно же исследовательское тестирование. Включайте эти биллы, начинайте жить на кнопке. Только запоминайте, что живете. Тут все понятно. Элементарно я вам покажу, я не знаю, здесь могу или нет. Очень забавно была, думаю, не так давно. Укрывание работы приложений. Позвонить на телефон, пока вы работаете, пока принуды не запускается. Резко закрыть приложение, резко укропнуть приложение. Выключить телефон. Запустить кучу других приложений. Понятно. Вот. Ну да, звонки, смс. Смотреть, как всплывает окошко уведомления. Как контент, как ображается, не меняет ли это графику или еще что-то. Мультиплатформенность. Ну, это я... То, о чем я говорила. Это то, что у нас сейчас рынок девайсов. Если открыть Play Market. О, даже не Play Market. Яндекс. Маркет. Ввести по своему сплатфону. Мы увидим там тысячу и тысячу вариантов. Android, iOS. Их действительно очень много. И нужно проверить некоторые самые популярные варианты, скажем так. Собственно, да. Тут все разные приложения. Например, очень частый баг случается о том, что поворот экрана. Вот. Да. Его просто иногда забывают. Мультиплатформенность. Да. Вот. Переход к вертикальным и горизонтальным. Функционал проверки нужной версии. Это понятно. Операционная система. Адекватная работа всех медиафайлов на разных устройствах, операционных системах. Это, что звук работает. Тоже важно. Что звук работает еще и в наушниках. Это тоже надо проверять. Собственно, это идет из раздела уже стресс-тестов. Нехватка памяти. Собственно, в свободное место. Перезагрузить приложение так, что оно будет просто там по оперативке кивать. С очень маленькой скоростью интернета. То есть, без отсутствия, а с очень маленькой. Есть те люди, которые пишут специальные приложения, специальные тесты создают. Я бегаю по коридору. Вот. Ну, то есть, ты уходишь от точки соединения. Оно не разрывается. Оно ухудшается, ухудшается, ухудшается. У меня просто прям уже проверенный тест. Перенос. Если мы говорим про ООС, то, наверное, это не бесполезно. Если мы говорим про антроид, то попробуем перенести на порту памяти. В чем-то оно выдаст. Вот. Ну, понятно. Соответственно, сертификат. Ну, это не то, на что проверяем мы с вами. Но это надо учесть. Например, очень противно в этом отношении App Store. Он может вас не пропустить, потому что вы запрашиваете e-mail. А с чем это вы запрашиваете e-mail у человека? Не надо ему e-mail. Нет, мы не пропускаем приложение. Он может не пропустить в случае, если вы... Самый последний был. У нас был демо-режим. Демо-режим. Это где мы можем посмотреть приложение, ну, интерфейсы приложения без... Ну, грубо говоря, без самого приложения. То есть мне не нужно рассказывать все об этом. Вот. Он нас не пропустил, потому что демо... Мы не загружаем демо, извините. Сюда нет. Вот. Как-то у нас была проблема, что нам попросили прислать мультиварку. Посмотреть, как она работает. То есть, ну, вроде как-то разработчики этот вопрос решили. А App Store в этом отношении очень капризный. Поэтому надо это учитывать. Google Play менее тряплотики. Вот. Да. Теперь и к практике. Начнем с того... Сначала вопросы есть по тестированию мультивного приложения? Я как бы так все очень облачно рассказала. Я думаю, что мне это лучше сильно показать. Вопросов нет. Хорошо. Теперь по твоему вопросу. Что бы ты говорила? Во-первых, изучается рынок. Смотрятся самые популярные мобильные телефоны в России. Ну, мы же это российского рынка продаем, верно? Смотрятся рейтинги покупок. Самые популярные по покупкам. Смотрятся самые стандартные разрешения экрана. Самые популярные разрешения экрана. И вот, как бы, сумма всех вот этих факторов, по сумме всех этих факторов выбираются смартфоны. Есть эмуляторы. Абсолютно так же, как с интернет-эксплеером, есть огромное количество эмуляторов. Но они довольно скудные, как ты понимаешь. Тут ищется золотая середина. Как всегда. Вот. Обычно еще набираются телефоны разных фирм. То есть, если у нас там в кабинете лежит пять планшетов, то это Sony, это Samsung, это LG, это... Lenovo. Lenovo. Ну, например. И китайская говнозвонилка с нестандартным разрешением вообще, потому что надо же посмотреть. Вот. Мы пытались приложение запустить на китайских андроидовских часах. Работало. Нет, реально работало. Вот. Ну, соответственно, у нас рынок китайцы, в том числе, и нам нужно сейчас смотреть китайские смартфоны. У меня такой страх и погибель. Но это интересно. Вот. Ну, понимаешь, в зависимости от рынка. Лучше всего тестировать на живом устройстве. Вот. А теперь, кто хочет практиковаться? А, так... Нет, я не получила до конца ответ на свой вопрос. Даже если мы изучили рынок... Покупаем телефон и тестировать деньги. То есть, получается, когда... Я не могу же сама себе купить. Получается, что... Заказчик. Это у кого-то там, ну, либо у компании, либо у заказчика. Да, естественно. Я должна взять, да? Да, естественно. А, ну, а это, допустим, физические... Ну, короче, устройства, да. А если речь идет о операционных системах? Аналогичная ситуация. Ты установкаешь операционную систему. Несколько самых популярных на одном устройстве, да? В смысле, на одном устройстве ты не можешь несколько самых популярных? А, ну вот. Сейчас так рынок выстроит, что это очень сложно. Это очень долго, это бессмысленно. Ты берешь один телефон с четвертым андроидом, а другой с пятым. Все. Аккуратное разрешение. Заодно тестируешь. Тестируешь комбинации. И все сразу протестировать ты просто не сможешь. Это тот случай, когда... Проблема тестирования приложений в том случае, что ты никогда не можешь нести ответственности за то приложение, которое ты тестируешь. Потому что, ну, в какой-то момент узнается, что есть какая-то новая, вышедшая... Вот сейчас дико популярная Miomi или еще кто-нибудь однокнопочная, в которой не работает самая главная функциональная кнопка. Ой. А ты не знал. Ты не знал об этой фирме. Ты не знал, что вообще такое существует. Понятно. Вот. Аппстор это для Apple, да? Аппстор для Apple. Апплеймарк для Google. Вот. Ну, соответственно, у Windows Phone есть свой аналог Google. Про разработку я сейчас скажу еще такой момент. Каждая... Под каждую платформу есть своя среда разработки, свое программирование, на которое каждый отработчик сидит и разрабатывает. Есть мультиплатформенные решения. Яркий пример это 3D Unity, но используют в основном для игры. Естественно, не пишут три игры, там, для тех, для тех, а для тех. Пишут для всего пласта устройств, потом просто портируют, соответственно. Это там, может быть, мобильные приложения ВКонтактике. Это же, ну, то есть, приложение ВКонтактике, это же может быть мобильное приложение, это же может быть приложение под Android. Ну, подают под Android, понятно. То есть, это не пишут три разных человек, это просто не портируют. Например, 3D Unity, например, QT. Ну, вот то, что я знаю, самое популярное. Там дальше надо смотреть и искать. Я верно говорю? Да, вот два самых популярных. Может быть, еще кто-то есть. Ну, в общем, понятно. Я честно хочу сказать, честно хочу дать совет относительно десктопа. Если вы хотите пойти тестировщиком, лучше начинать с веба. Потому что это сложно. Это реально сложно. Здесь нужен технический бэкграунд. А, что значит с веба? Это, ну, на компьютере, да? Да. Сайт. Сайт. Это приложение. Сайт. Приложение. Ну, смотри. Есть приложение компьютерный десктоп? Да. Это у тебя есть Windows 8, Windows 7. Вот. Ты на них устанавливаешь приложение. Игрушку, например. Ты на них устанавливаешь, там, программу 1S, простите, гости. Ты на нее устанавливаешь, там, не знаю, эмулятор Mario. Понятно. Да? Это приложение доступное. Приложение мобильное. Понятно. То есть у тебя есть мобильный телефон. Ты на него устанавливаешь приложение. Какие-то заплаты, там, игры, еще что-то, еще что-то. Вот. Кто хочет попробовать потестировать, я буду. У меня два телефона, а у меня один играется. Могу показать. Нет. Ну, подходите. У них нету... Напольный? Да. Напольный. Я их с собой не взяла, но у них есть функция сохранения интерфейса, потому что, ну, нам нужно смотреть статистику. Кажется, обратите. Угу. 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 Что интересного тут? Приложение что-то запоминает, и там что-то сстроит график. Да, он строит график. Он запоминает. Вот 4630. Вот. На самом деле это, я сразу говорю, эта версия разработчиков, она... это совсем бета. То есть оно может сработать где угодно, как угодно. Ну, в общем, понятно. Кто хочет посмотреть пока это, может посмотреть. История, кто что найдет, просто изучить приложение. Я пока покажу. Отключен Bluetooth-модуль? Нет. Это баг. Понятно. Он мне должен сказать о том, что... Ой, у тебя тут как... Отключила Bluetooth. Эдинных устройств нет. Соответственно, ну, как бы... А может там... Извините, я присплекла, что их очень много обычно. А что это за метки? Весы. 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 Да. Опять же, видите, слабое соединение интернета, но он не подключается. Это еще одно. Еще раз говорю, это бета-версия, в ней может отвалиться все, что будет. Но я, честно говоря, сама еще не тестировала, а то попала ко мне после замки. Ну вот, заодно. Нет, у меня специальный человек, собственно, не знает. То есть, по сути дела, ну, то есть, вот эти вот, которые... Весы напольные, они, получается, просто фиксируют время. Ой, время, вес и все. Они фиксируют вес, более того, они рассчитывают уровень воды и прочие-прочие параметры. То есть, там, ты должен стоять бесяком, чтобы взвеситься. А как они это рассчитывали? По поту на пятках. Да, 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 да. Офигеть. А вот я, кстати, просто на таких взвешивалась, поэтому я уже давно об этом думала, как они рассчитывали. Они даже макси жиры как-то рассчитывают, потому что они не знают твой рост или там нужно... Нет, нет, там входишь. Вот, кстати, между делом, подумайте, каким образом вот вы по тестированию флэкбокса протестировали бы другие параметры. Я расскажу, как я это все. Не, ну, по поводу жировой массы и всего прочего, вообще там индекс какой-то есть, там формула как-то рассчитывается. Да, формула? Ну, это же не может что-то. Параметры какие-то есть. Ну, нет. Нет, нет, нет. Да. Просто человек может, два человека, один может весить 65 килограмм, другой 65 килограмм. Но один человек, у него мышцы, а другого жир. И рост одинаковый. Да. Поэтому... Тоже непонятно. По накаченности ступни. Я правда не знаю, как. Загатка. Черный ящик. Нет, есть еще одна вероятность, что я взяла устройство, в котором нет модели радиоскайта. Но это... То есть, это приложение, как я поняла, как он работает, ты встаешь на весы. Он взвесил, и эти показания... Ты понимаешь, что он... Да, на весах, грубо говоря, показывается только... Здесь он... И параметры отправляются в... Вот они маленькие. Одной ногой можно... А, он должен... А, он должен... Столь на весы. А! Столь для продуктов. Да. Он работает с приложением, которое считает очковые. А в продуктах он рассчитывает вообще что-нибудь? Жидкость в продукте? Да. Да? Да. Крутилось. А воду эту поставить в стакане? Да. Серьезный баг. Если мы поставим... Давайте мы так и сделаем. Если мы сейчас удалим версию разработчика, это версия разработчика. Поставим обычную версию. Да. Вы пока смотрите вот это приложение и подумайте, действительно подумайте. Это интересная мысль о том, как вы бы протестировали вот эти показатели. Грубо говоря, вам дается только вес. Ну, я правильно понимаю, что когда мы стоим на вот это поле весы, то одновременно в приложении там тоже как на весах заполняется вот этих вот окошечков, так в мобильном приложении тоже выгорают все эти показания. Ну и вес там... Нет, на телефоне, ой, на самих весах обращается только вес. Да? Как называется? Ready for Sky. А ты хочешь себе такую штуку? Ну, потестить. А это... А каким весам это приложение? Конкретно весам компании Redmond. А тут нужно посмотреть... То есть это конкретные весы. Если вы хотите себе такую штуку приобрести классную, то я бы сама приобрела бы в следующей версии, потому что мы учли все в антизамечания и делаем более... Совершенно, наверное, более лучше. Через полгода купишь, не ошибемся, да? Так а вот, если вот, например, воду в стакане поставить, он напишет, что это 100% вода? Ммм? Знаковая вода почему-то. Нет. Если вам татакан тоже больше. Смотри, этот расчет, он равен... Он снимает другие показатели, импульсы и прочее. Для этого ты должен стать босиком. Если ты поставишь татакан воды, он тебе знаешь, что скажет? Снимите обувь. Для коррекционного взвешивания. Ну-у-у-у. То есть получается, он реально, что босик что-ли? А если надо накапать? Да. А? А если накапать воды? Ммм... Я не пробовала, но я не думаю. Я думаю, что он мне то же самое скажет. А вы можете сказать, что... Знаете, есть такие датчики, которые лепятся и снимают параметры тела разных. Здесь кажется, кости меньше. А вот, на самом деле, ты сам, что там свежее-то? Ну, мы же едут блюда, что кости меньше. Кстати, очень популярный. У нас лептована досада. Положается положить прям сам продукт без подложки. Её нагрязно всё время протирать. Весы? Слушай, ну это всегда весы, мне кажется. И просто весы ты притираешься. Ну так клёво. А что там выгорает в этих весах? Составы? Дороги всякие? Нет, здесь просто вес, а уже всё остальное в приложении. Да, здесь есть только в приложении. Нет, здесь есть функция тара. Она меня ещё крайне радует сейчас. Ну, тара, да. У меня дома такие, ну, собственно, не точь-в-тачь. Обычные. Да. Понятно. Да. Вот. Приложение реализовано иначе. Сейчас оно закроется, осталось чуть-чуть. Ну вот, соответственно, как выглядят другие интерфейсы. Кстати, здесь можете посмотреть. А вы думаете думаете? А на чаровой массы? Как он считает или что? Да, как он считает. А как вы сейчас это сделаете? А тут непонятно. Тут 5 июня кто-то взвешивался, и тут совсем разные цифры. Одинаковый вес, но... Ну да, два разных человека сразу с одинаковым весом, но разный. Два разных человека всё-таки. Ну, вероятно, два разных человека. Или у них там как-то параметр. Пятьдесят пять и девять. Одинаковые люди. Одинаковые люди. В одну минуту ещё зависелись. Костная масса намного меньше-то разная. Ну, либо разные люди, либо ошибка приложения. Тут как бы два варианта. Да. Как вариант. Вы знаете, как это всё рассчитывается? И сверять с расчётами. Знаете, как я проводила тесты? Это техническое задание. Знаете, как я проводила эти тесты? Я брала людей разного класса, разного веса, разного мышечной и костной ткани. Брала диетолога, который писал все эти форумы. Мы вместе с ним ходили, свершивали этих людей, смотрели, корректно ли данные показатели. Прям с диетологом? Прям с диетологом. Совсем скоро у меня наступит счастье и мне напишут приложение, которое будет показывать, как они общаются. Что они друг другу, какие данные они друг другу раздают. В таком случае я смогу взять формулу, могу взять данные. Знаете, кто общается? Диетологи. Да, диетологи. Смотря на какое средство общается с мобильным смартфоном. Они же друг другу данные не передают. Они через блютуз общаются, да? Ой, прям формулы будут показывать в этом приложении? Нет, формула показывания будет, он будет показывать цифры. Формулы, ты понимаешь, что вообще можно в интернете даже найти как-нибудь. Код, да? Код будет вывозить, как они данные. Прикольно. Вообще здорово. Будет улавливать, что они передают. Возможно, какими-то, не знаю, точки. Ну вот, например, да, да. Если бы было просто написано, добро пожаловать, без загрузки базы данных, это был бы баг. А может, есть ощущение, что приложение залезло. Вот. А у нас раньше такая была, загрузка данных добавили, да? Ну, не шустро, надеюсь. Вообще не шустро. Я надеюсь, ты не подключаешься к этим весам? Пытаюсь снять все устройства. Но нет. А вот то, что батарейки нужно каждый раз так трогать, это не баг? Это баг. Это баг устройства. Ну, у меня ведь. Не нашлось сразу. Так, не подключайся, он может работать только с одним. Хоть и маленький. А что случится? Ну всё. Ну всё. Бежит какой-нибудь. Добавить продукт. Смотрите. Раз. Здесь есть база, к которой мы подключаемся. А, то есть он не сам определяет, что это? Нет, конечно. Да. Вот. Мясо. У нас есть база, которая имеет свою формулу, и мы рассчитываем. А база, ну, это уже разработанная ваша. Да. Да. Например, молоко. А всё, что не в базе, это тапки. Да, оно просто не считается. Ну вот, пожалуйста, у нас общий вес есть. У нас есть, если мы возьмём отрицательное значение, он у нас сохраняться не будет. Понятно, да? Ну, такая функциональность. Кто хочет тестировать? А в чём конечная цель этого предложения? Рассчитать свой обед? Да, да. Нормально. Сколько ты съел грампи? Давайте так, с лица обратно с этим предложением, это не ко мне. А, ну вот, я догадалась уже. Написала, белки, жиры и углеводы. И калории. Здорово вообще. Ну, это нужно считать, да, на этапе готовки. А, да. Жалко, что готовые блюда нельзя так считать. Смотрите, покажу. Ну, кстати, как по вашим бабкам ещё вот это? Ну, что там? Что, всё сбросилось? Минус 2 грамма, что это? Мне кажется, надо было сохранить. Да, вот объясните, что произошло с точки зрения функциональности. Попробуйте. Ну, вот сейчас вот здесь минус 2, а здесь везде минус 2. А он, точнее, не понял, что с него сняли продукт? Да? Нет, он понял. Он пошёл на ноль. Тым-тым-тым-тым. Обновление и что? То есть он записывает. Ну да, он не сохраняет. Мы выбираем новый продукт, а предыдущий он не сохраняет. Конкретно это приложение имеет возможность, единственное, что оно умеет делать, это отдавать те данные, которые она имеет к своему приложению. То есть, единственное, что оно умеет, да, это в реалтайме передавать то значение, которое оно здесь имеет. Оно только должно работать? Да. То есть, а дальше ты уже сам можешь сохранять, если нужно? Да. Это всё, что оно умеет. Тупейше. Давайте честно. То есть, на что нажмёшь, то он и напишет то же самое, что ты взвесил и сам записал? Да. Более того, конкретно эта функция имеет такую особенность, если вы хотите подредактировать граммовку, то вы её можете подредактировать. Также в реалтайме. Понятно. То есть, если вы насыпали стакан муки, то пожалуйста. А что означает тара? Тарелка. Тарелка. Да. Если ты тарелку ставишь, не хочешь умазывать. То есть, ты как бы её ставишь, нажимаешь тару и сверху там ещё что-то такое. Да. Ты ставишь тарелку, которая есть 250 грамм. Ставишь тару и он считает с вычетом этой тарелки. А потом что происходит? Попробуйте потестировать вопросы. Смотрю бы в ужасе, мне кажется. Я просто загрузилась над этим приложением. Первый раз такое видимо. В смысле? По ощущениям некое бессмысленное на самом деле. А потом что происходит вообще? А дальше можно... Сохраняешь в этом же приложении или нет? А мы её не сохраняем, если мы выйдем из приложения данной сходы. Да? То есть, тут нельзя сохранить свои обеды. Нельзя. То есть, очень неудобно. Надо сделать. Я вот допустим, я так поняла, что как бы я себе накладываю обед или там сок варю. Допустим, ты готовишь хлеб. Ну да. Да, хлеб. Я выбираю продукты, а у меня потом в итоге рассчитывает. Ну или салат. Он мне в итоге рассчитывает общий вес и энергетическую ценность. Я думала, что это так. Вот как они на упаковке узнают всё это. А дальше, ну... А, ну в целом, да. Можно рассчитать. Я рассчитывала. Ну как это, энергетический вес. Допустим, действительно, если ты готовишь что-то, то это будет легче рассчитать. Да. Попробуйте найти тут баги. Вот именно функциональные баги. Они здесь есть? Я не знаю. Да. Я не помню. Если честно. Мне кажется, функциональные баги. Вот там точно есть баг. Потому что там мне вчера... Подожди, слушай, смотри, что я нашёл. Показали тогда? Показали по этим. Ну, по истории. Да. Показали. А зачем тут день, неделя, месяц и год? Почему тут один, две, одиннадцать и два? И причём в течение года с ним взвешиваться. Разные показатели, кто нажмёт, это и будет отображать. Это ещё цель. Угу. 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 Да. Угу. А, во! Ай, не так. Как же оно делало-то? Это.. В общем, здесь есть кнопка, при нажатии на которую она постоянно проскроливаться. То есть, пока уйдёт вот эта вот.. М-м-м-м. Что там баг? Мм-м-м. Работаем. Да. ну в общем здесь есть баги определенно к сожалению сейчас можно опять же момент тестирования ты будешь какие-то параметры ты их удаляешь и смотришь отразилось ли это на статистике понятно да вот вот это баг баг где же еще ну понятно что график нижний не строится это о том чем я говорил в самом начале когда мы тестируем направимся на здравый смысл может быть имеется ввиду что сохраняет для данного блюда пока не выйдешь из приложения тема нашей сли нашего следующего занятия проблемы взаимодействия отделов с отделом разработки и может имеется ввиду что он сохраняет пока ты не вышел из приложения ну так то он нет он должен сохранять и он не сохраняет и сохранять он будет не скоро ага это у нас только с весами камера не работает выключить iphone он приоритетно отдает это конкретно особенность девайса здесь иначе все устроено а то есть все нормально работает или еще нет согласитесь андроид симпатичный цитирую дословные разработчики я посмотрел дизайн четкая фигня и все переделал что мы захотим редактировать то есть как бы он сохраняет но теперь он не редактирует не допили не допили но нет то есть там одно а здесь другое в том телефоне одно дело с другой опа